Приветствую вас, и давайте мы попробуем для простоты разделить то, что вы написали, на две такие черти, чтобы нам было проще с вами работать. Может быть, чтей будет больше в процессе разбора того, что вы написали, но пока что две. И начнем мы, пожалуй, с того, что скажем о первой проблеме. Первая проблема заключается в том, что вы не можете ослабиться и отдохнуть, потому что у вас нет официальной работы. Видите ли, в чем заключается проблема? Дальше по тому, что вы пишете, я могу сказать, что у вас достаточно быстрый темп мысли. То есть вы думаете, даже пишете, а потом взвешиваете всегда и против, мечте, 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 вам нужно остановиться. Вы знаете, я дам вам такую рекомендацию, пожалуй, перед тем, как начну разбор проблем. Я скажу, я скажу, что вы сами по себе, вот у вас, знаете, у вас, знаете, текст называется «Про вас», «Про меня два». А в действительности у вас очень много там про мужа, про маму, в смысле про фигров, про маму, про дочь. Вы так очень сильно много говорите о том, что они подумают, что они скажут, как они отреагируют на это. Я с вами могу сделать выводы, что у вас очень сильно социальное погружение. Вот вы, как социальный индивид, свои роли социальные выполняете достаточно хорошо. То есть вы стараетесь быть и мамой идеальной. Вы и женой хорошей хотите быть, вы и с клиентами как-то работаете со своими, да? И вы со своей мамой общаетесь, и, наверное, подруги у вас есть. То есть с точки зрения социальных ролей у вас все хорошо. Вы действительно выполняете их здорово. Проблема заключается в том, что кроме этих социальных ролей у вас больше ничего нет. От вас постархиально что-то требуют. Вот вы здесь в своем тексте пишете, значит, значит, вы пишете, так, сейчас, значит, возможно, было чувством, так. В общем, вы пишете, что вы не можете расслабиться с подругами. То есть у вас, получается, даже и подруги есть. И вы знаете, вот то, что у вас есть такое интенсивное социальное направление, такое интенсивное социальное реализация, что это, безусловно, очень хорошо. Это, безусловно, очень здорово. Но проблема заключается в том, что для полноценного развития вашего нужно немножечко больше. Нужно немножечко больше, потому что все-таки нужно еще быть личностью. Нужно еще быть личностью, и вот вы, значит, пишете, что вы не можете отдохнуть в компании друзей, близкими, иначе с вашими друзьями, даже с друзьями вы имеете какое-то ощущение. А где только вы? Вот где лично вы? Вот этот момент, этот момент, его вы упускаете. Я ничего не нашел в вашем первом тексте, в самом первом вопросе, ни в последующих текстах я не нашел о том, чего вы хотите лично сами для себя. Так, могу предположить, что вы действительно не знаете этого. Действительно сейчас не знаете, чего вы хотите. И почему вы не знаете, чего хотите? Это, наверное, вопрос достаточно прост. Потому что с самого начала вашей жизни, с самого начала вашего взаимодействия с людьми, вы куда-то постоянно спешили, у вас постоянно были какие-то дела, вы постоянно отмечали требованиям, требованиям отружающих людей. Сперва это была ваша мама, потом это, наверное, мужчина, теперь это еще ребенок и так далее. Но при этом вы сами для себя ничего не делали. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление. И тот факт, что вы сейчас не знаете, чего вы хотите, говорит о том, что вы разрываетесь между мнениями других людей, между ожиданиями других людей, в отношении того, что вам нужно делать. И есть здесь два момента. Первый момент. Это то, что для понимания своих желаний, для понимания своих потребностей, для понимания того, чего вы действительно хотите, для себя лично, чем вы хотите понимать, для создания таких условий, чтобы работа вам нравилась, чтобы работа вас привлекала, чтобы она доставляла вам удовольствие, нужно в первую очередь, знаете, отграничивать себя от всех. Вот вообще от всех. Чтобы было некое такое пространство, куда не было бы доступа никому, кроме вас. Вначале пусть это будут мысли, вначале пусть это будут желания, потом пусть это будет некий уголок, некий область в квартире. Вам нужно находиться в уединении с собой, наедине с собой, но не в одиночестве. Одиночество это вынужденное состояние человека, когда он ни с кем не общается, ни с кем не взаимодействует. Вам нужно находиться именно в уединении, то есть это добровольное уединение, добровольное состояние, изоляции человека от других людей, чтобы послушать себя, чтобы привести свои мысли в порядок, чтобы находиться постоянно под влиянием у одних людей, у других людей и так далее. И вам обязательно нужно иметь определенную, частичную автономность от окружающих вас. Сперва это автономность связана с духовным, потом это автономность связана с материальным, то есть в области в квартире. Потом это связано с периодическим пребыванием наедине с собой, пусть недолго, пусть недолго, буквально 20-30 минут, но мы предоставлены само себе, вы не делаете того, что нужно от вас другим людям, вы не делаете того, что им есть острая нужда, вы просто принадлежите себе. И вот в этом моменте вам нужно слушать свои желания, слушать свои собственные мысли и ловить свои переживания, ловить свои ощущения, чтобы понимать, что же вы хотите. Дальше вам нужно доверять своим чувствам, своим эмоциям, своим переживаниям, своим ощущениям. Вам нужно доверять если вы чувствуете, что вот например садик это ваше, вам нравится работать в детстве, что вы там чувствуете себя уверенно и так далее, и вы вот сами для себя понимаете, что это действительно вам нравится, не в кондикции дочки, а вообще нравится, то вам нужно делать выбор в пользу садки. Но поймите одну простую вещь, если вы делаете это для дочери, вот вы говорите, Дарья это я так понимаю ваша дочь, Дарья так комфортная вы пишите, я чувствую себя взрослой, но также как представляю, что она уйдет из него, вот у меня сомнения, туда возвращаться, потом сможете помогать мужу. Значит, вот видите, у вас сразу происходит виталия. Во-первых, если есть работа у мужа, то смотрите, вы где-то писали, что ваш муж хочет, чтобы вы работали. Вот вы идете работать садик, на него ли это было желание? Его. Но если у вас появляется работа, то вы соответственно не будете и не сможете больше ему помогать. А это значит, получит то, что он хотел. Если он хочет вам, ладно, если он хочет, чтобы вы работали, вы будете работать, время свободно у вас эффектно станет меньше. То есть, если говорить конкретно про вас, то вы сами себе прислушаетесь, будучи наедине с собой, и вот что решите, то не делайте. Для себя. Потому что вам так нравится, потому что вам так удобно, вам так красиво, вам так комфортно. Но других людей обращать внимание в том, что касается лично вас, не стоит. Тем более, если вы понимаете, что от этого будет только лучше, от этого будет только больше позитива. То вы будете приносить пользу. Ту самую пользу, которую вы хотите приносить. Ту самую нужность, которая так вам дорога. Дальше. По поводу реакции ваших родных, мужа, свекрови, матерей и так далее. Дело в том, что мы недаром с вами затронули именно тему лично вас. Почему? Потому что взаимодействие человека одного конкретно взятого человека с обществом это достаточно большая сфера для обсуждения и однозначно нельзя сказать, что в этом аспекте не бывает проблем. Понимаете, общество это человеческое образование и как у любого человеческого образования общество также есть своим симптом, свои желания и свои механизмы защиты. И когда люди говорят вам, например, что вы там что-то не должны делать, что вы там не получится, что вы метаетесь, что вы там постоянно мечетесь сюда-сюда, это и есть тот самый защитный механизм. Почему? Ну, сейчас скажем бы пример вашей мамы. Она говорит, вот иди садись, и там ты будешь на одном месте, и ты будешь на этом одном месте работать. Почему ваша мама так говорит? Потому что для нее такое дело. Она считает, что это наиболее правильный, наиболее вероятный по успешности вариант развития событий для вас. Но это с ее точки причинения. Она начинала работать в заветном союзе, если я правильно понял, а в нем было все иначе. В нем считалось нормой, когда человек приходит на завод, например, и работает там в силу жизни. Вы молодое поколение, вы более молодое поколение, и вы так уже работать не хотите. Ненормально по современным меркам, когда у человека на протяжении жизни не меняется место работы. Но обществу и сейчас выгоднее, чтобы человек работал на одном месте работы, выполнял свое дело, и никуда не дергался, никуда не рвался, потому что на нем зарабатывают другие люди. Но дело здесь не только в общественных устоях, дело здесь еще и в том, что если ваша мама увидит, или муж, или кто-то еще увидит, что вы вот лечитесь, и потом находите какое-то свое дело, более лучшее, более успешное, чем то, что они предлагали, это будет означать для них дискредитацию, то есть они оказываются дискредитированы в ваших глазах, они вам говорили одно, а получилось совсем другое, и получается, что они неправы, эти люди, и их идеалы неверны, а раз их идеалы неверны, значит получается, что то, как они жили, тоже было неправильно, то, как они жили, тоже было неверно, и это люди боятся, боятся всегда, все, кто осуждает, все боятся оказываться неправы, все боятся того, что вы в итоге окажетесь лучше, почему человек не хочет, чтобы кто-то оказался лучше, потому кто-то окажет себя лучше, и это невыносимо, вы же мысли, что ты негода не жил о ошибочном идеале для одного конкретно взятого человека совершенно невыносимо, вам это нужно понять, дальше, почему от вас постоянно требуют чего-то, муж требует, мама требует и так далее, потому что у каждого из них есть свои представления о том, какую функцию в том или ином социальном отношении вы должны осуществлять, например, у мамы есть свое представление, у мужа есть свое представление, у ваших подруг есть третье представление, у ваших коллег есть четвертое, у клиентов пятое, и так далее. и естественно, если вы будете следовать желаниям и указаниям всех этих людей, то получится, ну, мягко говоря, то, что у вас сейчас есть, то есть меданы. А как нужно делать? Как правильно делать? Давайте представим себе такую вот фигуру, такую картину. У нас есть фон, пусть это будет фон, обычная доска для мела, ну, знаете, как в аудиториях, в школах доска. На этой доске мы рисуем круг. Круг достаточно большой, обширный круг, но так, чтобы за границами круга оставалось еще пространство. Представим себе, что круг мы нарисовали, и этот круг является тем, что представляете из себя вы. Этот круг, который вы нарисовали, это вы. Это ваше желание, это ваше стремление, это ваше идеал и так далее. Представим. Теперь, дальше, по краям этого круга мы рисуем круги поменьше, круги поменьше. и рисуем их так, чтобы часть круга маленького затрагивала область большого круга. совпадения. получается, что по бокам, вот все эти пять кругов, которые я перечислил, по бокам и сверху и снизу вот эти маленькие круги затрагивают большую. И образуется область, где они пересекаются. То есть область совпадающей. Область совпадений. Вот эта совпадающая область представляет собой что? Область взаимодействия. Что значит область взаимодействия? Область взаимодействия значит, что вы, являясь закрытой экосистемой, то есть вот большой круг это вы, да? Мы являемся закрытой экосистемой, вступаете в взаимодействие в взаимодействие с другими областями, с другими экосистемами и таким образом у вас происходит взаимодействие. Что получается? Получается, что вы представляете собой закрытой самостоятельную экосистему, то есть имея четкое представление о том, чего хотите, куда вы стремитесь, какие ваши склонности, какие ваши позомности, идеалы и стремления, вы накладываете это на другие экосистемы. И в том, в чем вы с ними совпадаете, вы взаимодействуете. например, в рамках своей направленности, своей деятельности и своих идеалов вы общаетесь с мужем, не теряя себя, не предавая себя, не делая его цели и задачи своими. В рамках этих же вы действуете со всеми остальными закрытыми системами. в том, где вы совпадаете, вот в чем вы совпадаете, в том, вы взаимодействуете, в том, в чем вы не совпадаете, то вы не принимаете на себя, вам это не подходит. И это нормальный образец взаимодействия человека с различными слоями общества. Что происходит у вас? Представьте себе, что вместо того, что область этих кругов на нашем примере пересекают, вместо этого вот эти вот круги маленькие, они не пересекают большой, а они ломают большой. То есть границ уже нет. То есть большие круги, вот эти маленькие круги, пересекая с большим, сминают его границу и как бы сливаются с ними. Без границ. Они как бы хотят стать частью его. И продолжим наш пример. Они становятся его частью, сминают. Представили, да, в большом кругу эти маленькие круги есть, и они естественно разрывают его начальство. Потому что каждый из этих маленьких экосистем тянет большую экосистему, то есть вас, за собой. И вы разрываетесь, теряя свою личность. Происходит распад личности потеря собственного я. Естественно нам это нежелательно. Потому что тогда вы не сможете быть ни хорошей женой, ни хорошей матерью, ни достойной дочерью своей мамы. Тут нужно понимать, что у людей, особенно если вы ранее принимали позицию послушания, то есть вы послушаетесь тому, что они говорят, возникнет диссонанс и сопротивление тому, если вы начнете преследовать свои цели. Они это не примут. Они будут говорить вам, что вы не правы. И это будет проверка. Проверка истинности ваших желаний, потребностей и стремлений. Проверка не только для вас, но и для них. Если эти люди любят вас, и они увидят, то, что вы хотите, пусть им не нравится, но для вас это важно, они это примут. У них не будет другого выбора, особенно если они увидят, что это делает вас счастливы. Но на это нужно время, ваше упорство, терпение и выдержки, а также соответствующее поведение по отношению к этим людям в контексте ваших целей. Если люди негативно реагируют на то, что вы хотите, то вам нужно просто игнорировать. Игнорировать их даже не критику, а осуждение. Хочу вам сказать одну небольшую вещь, она очень короткая. Никто не имеет права вас осуждать. Никто не имеет права в том числе и ваша мама указывать вам как жить и что делать. Эти люди могут указывать, могут осуждать вас только в том, что касается лично их. Здесь опять же обращаюсь к нашему примеру, что происходит. Теперь уже вы не являетесь большим центральным кругом. Теперь вы представляете собой один из маленьких экосистем, одну из маленьких экосистем, один круг, который находится в непосредственной близости от другого большого круга, большой экосистем, который на этот раз является кто-то из ваших близких. Скажем, это ваш муж, допустим, это ваш муж. И если вы входите в его экосистему и руководством своими желаниями, меняете его направленность, меняете его целостность, как его личные собственные закрытые экосистемы, вот в этом случае мужчина имеет право вас осуждать, и он имеет право указывать вам, что делать. Почему? Потому это касается лично него. Во всех остальных случаев люди этого права не имеют. Но увидев, что вы позволяете указывать себе не только когда дело касается их, но и когда дело касается вас, все люди, любые люди, охотно будут навязывать вам свое мнение, просто потому, что когда человек навязывает свое мнение, и кто-то другой его принимает, такой человек чувствует себя уверен он чувствует, что живет правильно, и это наполняет его определенной энергией. Да, эгоистичный, да, в общем-то, порочный, ложный, потому что правда у каждого своя, и цель у каждого своей, но энергии, и волей-неволей человек к этому стремится. Это его инстинкт. Скажем так, это приобретенный инстинкт всех людей, и приобретенный инстинкт присутствует именно человеку. Только человек старается навязать именно мнение, и это нужно понимать. Понимать, для чего человек это делает, мы об этом сказали, с чего он хочет добиться, и что он движет. Дальше. предположим, что вы не представляете собой форму круга, ну то есть не являетесь закрытой экосистемой. У вас нет смотря целей, задач, стремлений, и в общем-то оценки. Вы не даете собственную оценку тому, что с вами происходит. Соответственно, для того, чтобы это все было, нужно вам оставаться наедине с собой. Это критично, это необходимо. И когда вы будете оставаться наедине с собой, вы сможете как раз-таки стать этой самой закрытой экосистемой, которой вам нужно быть, для того, чтобы нормально функционировать в обществе. Функционировать на прочих равных условиях с остальными людьми. Конечно же, когда вы будете оставаться наедине с собой, могут возникнуть определенные проблемы. Какого рода это будут проблемы, можно сейчас только предполагать, я вам о них говорить не буду, но если эти проблемы возникнут, когда вы будете оставаться наедине с собой и пытаться что-то осмыслить для себя, вы можете обратиться ко мне, и мы с вами на эту тему поработаем. Теперь, что касается тех проблем, которые вы описали в своем тексте. Первая проблема заключается в том, что вы были не против пойти в шагик, но вы не хотите помогать муж? У него это логичный вопрос. У мужа работа по вашему мнению какая? Вы писали, что, например, работа торговцем это для студентов и, в общем, не подходит она вам. Хорошо, допустим, так. Какая по вашему мнению работа у вашего мужчину? Она у него хорошая? Она у него достойная? Она у него престижная? Достойная современного человека? Если да, и вы ему помогаете, значит, вы являетесь частью этой работы. Если вы являетесь частью этой работы, значит, вы, цитирую, не сидите у мужа на шее и не бездельница и достойно отдыхать. Потому что вы работаете и вы помогаете ему. Если мужчина или кто-то другой не считает, что ваша помощь достойна, не считает, что ваша помощь означает, что вы работаете, что вы по-прежнему помогаете мужчине бездельнице и сидите у него на шее, значит, муж и любой другой человек, который вам так скажет, обесценивает работу мужа, а если муж это говорит, значит, он обесценивает свою собственную работу. Если люди обесценивают свою собственную работу и работу других людей, это их проблема, не ваша. мужа. соответственно, если люди, а я об этом уже говорил, ваша мама и ваш муж говорят, чтобы вы работали, так вот, если они хотят, чтобы вы работали, где угодно, логично, что вы не будете помогать больше мужу. Всегда приходится тем торжествуют. И это в свою очередь хорошее испытание и проверка того, чего хотят от вас ваши близкие. Вот они говорят, работай, вы идете работать, вы выбираете себе работу и идете работать. Но они остаются без вашей поддержки, без вашей помощи. Я не думаю, они пересмысливают то, что же они хотят. Потому что хотят чего-то. Это одно, а получить то, чего ты хочешь, непосредственно иметь с этим дело, это совсем другое. И ваши родные пересмыслят то, что вы работаете, то, что они получили. И очень может быть, они будут требовать от вас, чтобы вы и работали, и помогали им так. Вот в этом ключе. и поможет вам то, о чем я говорил вначале. Чтобы люди не сели вам на шею, а такое может быть, вам нужно учиться защищать свои интересы. Ваша дочь основным стимулом защищать свои интересы это ваша дочь. Основной стимул. Так вот, вашей дочери дали нужна счастливая, полноценная, реализующаяся мама, а не замотанная, забеганная, уставшая женщина, которая едва может найти время для нее. Чтобы не повторять судьбу вашей матери и не становиться ломовой лошадью, если вы идете на работу, то люди вокруг вас должны уважать и чинить то, что вы делаете. Для этого вам нужно в первую очередь чинить и уважать то, что вы делаете сами. Вам самой нужно чинить то, что вы делаете. Вам самой нужно чинить саму себя. И здесь, поскольку вот этот момент мы отговорили, мы договорили про вашу собственную самооценку. И тут я бы хотел пропустить следующую проблему, которую вы пишете, и дойти до той проблемы, где вы говорите о том, что вы хотели бы быть похожи на маму. То есть вот вас тут я сейчас не найду. так, вот вы тут пишете значит у мамы каблук, у мамы значит юбка, а у вас собственно говоря джинсы, вы эти джинсы не любите, вам эти джинсы не нравятся и так далее. Соответственно возникает вопрос, а почему вы не можете развивать свою жемственность, почему вы не можете носить каблук, почему вы не можете носить юбку, почему вы не можете вообще одеваться так, как вам хочется, ведь это ваше можно сказать прямое право. и тогда возникает вопрос, по какой причине вы пацанка, как вы сами себя назвали вы пацанка, по какой причине вы одеваете джинсы, если они вам не нравятся и что вам мешает одеваться так, как вам нравится. Вот вы пишете значит значит вот я пацанка такая с детства и шеп мне хочется классики в одежде, хочется выглядеть так, но не парикмахерской, не в работе с кузей, я так не оденусь и думаю иногда если я буду дома, то коллектив значит в общем у вас довольно сумбурно написано суть в том, что вы по какой-то причине не можете одеваться так, как вам хочется ни в парикмахерской ни в работе с мудем. Почему? Почему вы сами для себя не допускаете тот вариант, тот факт, что вам можно и нужно одеваться так, как выходить. Да, может быть на вашей работе и муж не привык видеть вас в такой форме. Согласен. Ну, во-первых, имидж можно и нужно менять, а во-вторых, если вы не будете выглядеть так, как вам нравится, если вы не будете любить себя, если вы не будете уважать себя, считать сами себя красивой, привлекательной, стройной, сексуальной, то и никто не будет вас таковыщить, а без этого не получится уважать себя и уважать то, что вы делаете, а, соответственно, без этого нельзя требовать от других людей того же самого уважения. Вот такая вот цепочка получается. уменьшается. И давайте вместе с вами подумаем вот о чем. У вас есть образ женского поведения, по-моему, я об этом уже говорил немного. Я говорил вам про то, что есть вы, а есть вы идеальные. И вот нужно понять, в чем разница между вами настоящей и вами идеальной. и одним из элементов вас идеальной является тот самый внешний вид, та самая одежда, тот самый стиль одежды, который вам хочется, который вам нравится. Давайте подумаем. Ответьте сами себе на вопрос, какие проблемы лично ваши стоят на пути к тому, чтобы одеваться так, как вы хотите, чтобы выглядеть так, как вам хочется. Ответьте себе на вопрос, вы любите себя? Если нет, то почему? Вы уверены в себе? Если нет, то почему? И если вы не уверены в себе, то ну не отбросите себя, а в чем вы не уверены? В качестве кого? В какой интерпретации вы в себе не уверены? Если вы не уверены в себе как женщина, что для этого нужно сделать? Какой образ женского поведения у вас вызывает наибольшую симпатию? И старайтесь этому образу следовать. Если не уверены в чем-то еще, то нужно намечать себе цель, анализировать средства по достижению цели анализировать требования, которые нужны для достижения этого цели и условия. Требования, которые есть к этой цели, вам нужно приводить в соответствие со своими предпочтениями, со своими чувствами, своим внутренним миром, чтобы эти требования не создавали противоречия. И мы об этом говорили, помните, когда речь шла о круге, о большом круге. И далее начинайте стремиться к этой цели, ставя себе задачи. Конкретные задачи, на которые вы разобьете цель. Разбивание цели на задачи упростит достижение целей и позволит вам раньше подчувствовать успех. Подчувствовав успех, вы будете повышать свою уверенность, а вместе с ней будет увеличиваться и самоотенка, и самолюбие, а также гордость собой. Этот момент очень был важен, я надеюсь, что вы его обязательно учтете, а мы переходим к проблеме, о которой вы писали где-то чуть в начале. У вас такое чувство, что если вы устроитесь на работу, то все пройдет, вы отключетесь, будете заняты и начнете жить. просмотреть, получается, какая штука. Для того, чтобы начать жить, вам нужно устроить работу. Но ведь то, что вы делаете сейчас, это уже то самое жить. Просто вы сами себе создали условия. хорошо. Далее вы пишете, что вы отключетесь. От чего вы хотите отвлечься? От неуверенности в себе? От поисков себя? Понимаете, в чем дело? Если вы себя не найдете, используя все средства, о которых я говорил ранее, то отключение будет временным явлением. Вы отключетесь, но потом вас это равно оно будет вновь вновь задеваться. И все вернется в итоге на круге своя. Работа не будет приносить вам того удовольствия, а вы будете считать, что по-прежнему не делаете ничего того, что нудно. Почему? Потому что внутри не будет внутренней гармонии у вашей. У вашей с собой не будет гармонии. Далее. Понимаете, в чем дело? Вот вы сейчас ставите себе условие. Если я устроюсь на работу и все пройдет, я буду жить. То есть у вас есть некий образ работы, на который вам нужно устроиться, чтобы жить. Проблема в том, что это образ идеал, недостижимый идеал возможности жить. И когда вы устроитесь на работу, этот идеал не станет ближе. Он останется таким недалеким. И вам придется искать более престижную работу, более занятую работу, более тяжелую работу, чтобы вы чувствовали, именно работаете. Но поскольку у вас именно образ, и этот образ идеален, то он вновь и вновь будет от вас удаляться. И первое, и главное в этом, это то, что не работа вам нужна. Работа, как вы ее правильно написали, с маленькой буквы, работа это именно рецепт. А работа с большой буквы, это та деятельность человека, которая приносит результат, приносит ему удовольствие, которое полноценно, максимально его реализует. И вам нужно это найти. найти. Как я уже сказал, и важно понимать, что эта деятельность, она в первую очередь важна для вашего душевного состояния. Если вы чувствует, что занимаетесь своим делом для себя, в первую очередь для себя, не для других, в первую очередь вам самой, она, эта деятельность приносит дохода удовольствия, то это самое главное. Пусть она все дохода не приносит. Доход здесь не важен. Если вы хотите избавиться от этого чувства метания, ну находите то, что нравится лично вам, ориентироваться на ваше желание, на ваше стремление, на ваши способности и искать работу с такую, такую деятельность, чтобы максимально раскрывало эти самые способности, чтобы максимально отвечало вашим целям, идеалам, стремлениям и навыкам. Ну, навык можно в принципе и наработать. Главное, чтобы вам не хотели заниматься тем, что вы, например, будете делать. И тогда образ работы, этой самой недостижимой работы, которая является пропуском в мир безпечности, он уйдет. и останется только ваша свобода и реализация. И вам уже будет не важно, сколько вы получаете и насколько вы заняты. Вы будете чувствовать себя на месте, вы будете чувствовать себя в гармонии, вы будете понимать, что занимаетесь своим делом, и этого вам будет достаточно. Достаточно для того, чтобы чувствовать себя полноценным. Полноценным в точке зрения деятельности, в точке зрения реализации. В течение вы хотите работать там, где наибольшее одобрение за стороны людей. Это неправильно. Это неверно, ошибочно и ложно. Вспомните про круги, о которых мы говорили. Следующая часть проблемы. Вы будете заняты пишите в ней и начнут жить. Ведь все мои подручки до декрета все работали, у них идет стаж, у них пенсионные накопления, а вы просто тратите время. Значит, первое, что хочется сказать. Когда человек занят, он не живет. Когда человек занят, у него есть дело, он этим делом занимается, но если это дело не для души, человек не находится в гармонии с собой. Существует духовное и материальное. Так вот, человек живет, когда происходит единение духовного и материального. только тогда можно сказать, что человек живет, а не существует. Занятость, понятие занятости, короче, конечно, он занят. Как правило, она считает, наличие материального и отсутствия духовного. При большой занятости, при постоянной занятости, материальное возобладает над духовным, и человек существует, выполняет свою роль, отрабатывает свои обязанности. Это не жизнь. Это обязанности, это роль. Так что, когда человек занят, он не живет. Занято нужна, занято тогда хорошо, но это не жизнь. Это первый момент. Второй момент. Вы пишите на счете жить. Что для вас означает жизнь вообще? Вы даже большую букву написали жить, жить. Что для вас жить? Определите эти цели. Но определите эти цели не сейчас, не когда вы руководствуетесь мнениями других людей. Определите это для себя самостоятельно. То, что это для вас, именно для вас представляет. Как бы глупо, может быть, вам это не виделось, как бы нелепо и так далее, определите для себя, что значит для вас жить большими буквами и стремитесь именно к этому образу. К этим идеалам. Пока что я уверен, вы не совсем понимаете, что значит жить. Следующее, что вы пишете, это то, что ваши подруги, они, как вы видите, обеспечены, у них стаж, пенсионные накопления и так далее. Вы знаете, вы не сказали, где вы живете, но если вы живете в России, то могу вас огорчить, российский стаж и российские пенсионные накопления ничего не значат. Если вы хотите обеспечить себя старостой, то вам нужно либо хорошая, постоянная работа, желательно независимая от возраста, либо свой бизнес, то есть опять-таки постоянный стабильный доход. Никакой стаж по российским меркам, никакие пенсионные накопления, опять-таки по российским меркам, не обеспечит той самой жизни, того самого уровня жизни, о котором вы говорите. Это все грезы. И грезы только лишь потому, что у вас этого нет. Грезы потому, что вы считаете этих людей лучше. Грезы потому, что вы ассируетесь на то, что подруги выставляют на показ. Проблема в том, что все люди, которых вы встречаете, независимо от того, кто это. подруги, коллеги слушайной проходной, они выставляют на показ только то, что хотят выставлять. Бредно вы видите лишь вершину айсберга и никогда не видите того, что скрывается под темной водой. А то, что скрывается под темной водой, эти люди никогда вам не покажут, потому что это лично. и когда вы говорите про стаж и про пенсионные накопления, вам это все люди говорят. И вам это говорят, наши подруги это выставляют на показ, как подтверждение своей обеспеченности. Может быть. Вот только пенсионные накопления у нас заморозены. Стаж нужно доказывать. Пенсионные возрасты так вообще хотят повышать, но об этом ваши подруги не скажут. А знаете почему? Потому что им невыгодно. И невыгодно это говорить. Это не выгодно интереса. Это обесценивает все то, что они хотят возвысить. Это их обесценивает. И отсюда вывод, что они следуют принимать на веру то, что люди хотят выставить на показ. То, что люди выставляют на показ. Либо воспринимаете это как внешнюю вставку медали, яркую обертку, под которой может ничего не оказаться. Либо постарайтесь копнуть глубже, чтобы убедиться, насколько это правда, насколько обоснованно то, что люди показывают. Дальше. Видите ли, какая получается интересная вещь? Когда вы сравниваете себя с ними, у вас этого нет, вы хотите быть лучше, лучше их. Хорошо. Но всегда ли то, что лучше для одного человека, лучше для другого? Будете ли вы счастливы, если вы будете такими, как эти люди? Если вы сделаете свои цели, своими целями, с обращением, их цели, будете ли быть счастливы? Я думаю, вряд ли. поэтому нужно не стараться быть лучше кого-то, стараться быть лучше. Просто лучше. Без привязки, без оглядки на кого-то. Когда человек примит, чтобы быть лучше, просто лучше. Это первый показатель личностного роста. Это первый показатель того, что человек отграничивает себя от окружающих. С точки зрения социальных ролей, у вас очень хорошая самосознанность. Вы прекрасно выполняете все социальные роли, которые у вас есть. Вы отправляетесь с ними прекрасно. Вы жена, вы мать, вы подруга, все этого есть. Но с точки зрения личности, с точки зрения личностного сомознания, у вас все очень плохо. подруга. И вот следуя опять-таки тем рекомендациям, которые я давал ранее, вам нужно стараться не быть лучше своих подруг, или быть такой же, как у вашей подруги, то есть равняться на них. А вам нужно спокойно и грамотно обдумать, какие цели, какие идеалы ваших подруг вам подходят, а какие нет. И те, которые подходят вам, их принять, а те, которые не подходят, отшелить. Только когда вы будете стремиться к тому, что действительно нужно вам и лучше для вас, а не стремиться стать такой же, как другие, вы обретете свою шерсть, вы обретете внутреннюю гормонию. И это, собственно, была вторая проблема, которую я хотел с вами обсудить. Теперь, значит, так, про бацанку я сказал, значит, теперь вы пишете так, вот вы пишете про просто купили средства, значит, про парикмахера вы пишете, всем как бы парикмахер и так далее. Вот вы отказываетесь от работы, вы говорите, что париков быть не хотите, а взрослые женщины, они думают, что я бы лучше обычно на в магазине приходил, не домораживая домой, в отличие от воспитательной деятельности. И далее вы пишете по сути делом все ваши сообщения, это, ну, по сути, вы перечисляете, как бы вы говорите с вами с собой, значит, о том, что лучше, что для вас, удобнее, что для вас было бы хорошо. надеюсь, что я вам на этот вопрос ответил, потому что вы будете до тех пор, пока вы стараетесь на кого-то равняться, пока вы стараетесь прислушиваться к чему-то мнению, а это не совсем правильно, но последний момент, который я хотел вам выделить, именно в этой части, в принципе, все разобрал, последний момент, который я хотел вам выделить, он заключается и вот что, значит, мама вообще скажет, что я пять месяцев и на себя скажет, что в дуре не маялся, что она работает в садик. Вот этот момент, не говоря на то, что мы его уже касались, я хочу вам его заметить. Значит, никто, в том числе и мама, не имеет права вам такого говорить. это ваша жизнь, вы имеете все основания для того, чтобы пробовать себя там, 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 где угодно, пробовать ошибаться, набивать шишки, терпеть неудачи, получать опыт и так далее. Но не имеет права ваша мама и никто вообще вам говорит, что вы маетесь дурью. Это они действительно тех людей, которые маятся дурью не видят. Вот действительно люди, которые маятся дурью. Знаете, вот идешь по улице и видишь, вот сидит человек, ладно бы действительно без постоянного места шительства, но нет. А где-то неплохо, прилично одетый человек, да, сидит просто на бордюре и пьет пиво. Вот этот человек действительно мается дурью. А вы старайтесь найти себя. Вот другой вопрос наверняка, а почему? Почему ваша мама так говорит? Она хочет вам добра, хочет вам счастья, хочет вам чего-то еще? Но если так, если она хочет вам счастья, то в первую очередь для нее счастье это ваше счастье, ваше личное счастье. А ваше личное счастье вы можете найти только сами. Только самостоятельно вы можете понять, что сделает вас счастливой. А если это не так, если ваша мама не интересует то, что вас сделает счастливой по-настоящему, если ваша мама не хочет, чтобы вы становились личностью, той личностью, о которой я говорил, это значит, что она через вас преследует какие-то свои цели. И прислушиваться к ней как минимум не стоит. Потому что человек, который преследует свои цели через другого, он другого использует как средство. и не более того. И когда вы прислушиваетесь к своих маме, а слова мамы, они безусловно задевают вас, вы тем самым показываете ей свою неуверенность. И вы действительно не уверены в себе. Например, в том, что вы и правда мечетесь. А почему вы мечетесь? Самое-то вы не знаете, куда податься. А почему вы не знаете, куда податься? Самое-то вы стараетесь учитывать мнение других людей. А почему учесть всем незамедленно не получается? Ответ на этот вопрос я вам уже дал. И вот вы тогда перестанете метаться, когда обретете саму себя. Когда вы пойдете, когда вы будете отграничивать себя от других людей, когда вы будете находиться наедине с собой и будет область, которая не будет доступна другим людям, вот тогда, тогда и вы обретете себя. И тогда будет счастье. И тогда у вас будет гармония самой с собой. Пожалуй, на этом, я думаю, именно эту часть можно закончить. закончить. Потому что у вас очень значительная часть текста связана с тем, что вы обсуждаете плюсы и минусы работы. Какой? Вы говорите, что вот, парикмахер нестабильный, что на рынке работают. Кто же не хотите, это для подростков, студентов, что вы бы хотели туда-туда-туда, есть свои плюсы. Но плюсы, это, я уверен, не совсем ваш плюс. Это те плюсы, которые вы уже сами автоматически подстраиваете под оценку окружающих вас людей. При этом я совершенно не усечен того, что нравится лично вам. И вы, наверное, сейчас тоже этого не знают. А вот вы настолько зависите от мнений других людей, настолько эти мнения вас переплилили, что уже не осталось ничего вашего. Уже не осталось ничего собственно вашего. Того, что делает вас самобытной. Вот пока это не появится, нельзя говорить о том, что вы найдете себе. вы конечно может быть выберете такую работу, которая максимально бы устроила всех, в том числе и вас, но вас в последнюю очередь. И тогда все равно останется кто-то недоволен. И вы будете винить себя за то, что кто-то вас должен недоволен. Не понимаю, наверное, при этом, что недовольные будут всегда. Только вот недовольные будут всегда, а вы будете несчастны. И если вы будете несчастны, вы будете делать то, что вам не приносит драберти, а то что принесит раз другим. Рано или поздно вы ощутите, что жизнь она утекает сквозь пальцы, как песок. Рано или поздно вы с этим ощущением сплотнете. Вот вы живете, живете, работаете, вы предпринимаете какие-то усилия, а ничего нет. Ничего. И поверьте мне, это очень страшное чувство, когда такое происходит. Поверьте мне, это очень сильно подкашивает человека. Поэтому я бы не хотел, чтобы вообще кто-нибудь кто-либо испытывал подобное. А уж вы и по-баму. Еще я вас повторю, для вашей дочери важно, чтобы ее мама была счастлива, чтобы ее мама была в гармонии, чтобы ее мама была спокойна и уверена в себе. Для этого ее маме нужно обрести уверенность в себе, найти себя, понять, кто же она сама. И тогда все будет хорошо. Если этого не произойдет, то вы не сможете быть для дочери пример, вы не сможете быть для дочери образцом поведения, образцом вообще женщины. Ну, опять-таки это ваш выбор. Простите, может быть, жесткие вещи говорю, но я думаю, что это нужно, чтобы вы понимали, что все связано между собой и если вы действуете в одном поведении, то последствия этих решений отразятся прежде всего на ребенка, прежде всего на самом близком вам человеке. дали вы пишете, что у вас значит вот еще один момент, который надо тронуть, это что вы пишете у нас, что вы не оденетесь с мульами никогда в классической стиле, если вы будете дома, какие-то коллективы, какие-то корпоративы, например, новый год, просто помню, как мы на работе, бываем, мне казалось как здорово, всегда мы работаем, такие моменты происходят, после какие-то праздники, да и самообщение необходимо, а если я буду работать на работе, то естественно ничего нет, то есть вынуждает с одной стороны в более активной социальной политике, в более активном социальном поведении, но вопрос заключается вот в чем, корпоративы, праздники, это все хорошо, но это все как бы следствие для это следствие, это бонус к тому, что человек занимается своей деятельностью, своей работой, которая ему априори нравится, или в которой он чувствует себя как хриба в воде, вы не сможете влиться в коллектив, если будете заниматься не тем, что вам нравится, или не тем, что у вас хорошо получается, и соответственно вы не станете части коллектива, и соответственно для вас не корпоративный Новый Год не будет иметь такого значения. Вам нужно либо на эту свою деятельность, либо чему-то очень хорошо научиться. Это, к сожалению, единственный способ для того, чтобы стать счастливым из коллектива. И нужно помнить, что в коллективе нужно также завоевывать уважение. В коллективе также нужно, чтобы люди ценили вас, уважали. А это невозможно без того, что вы сами себя уважаете. Это невозможно без того, что вы сами себя любите. если человек не любит и не уважает сам себя, не считает себя достойным, то и в коллективе его не будут таковым считать. Любой коллектив, когда принимает новых людей, он чувствует, как человек настроен. И новичку всегда сложнее. Если новичок не ведет себя активно, не ведет себя уверенно, не ведет себя целеустремленно, не лишащает себя, то такого человека никогда в коллектив не примут на духовном уровне. И соответственно у вас не будет того, чем вы пишете. Кроме того, немаловажный момент заключается в том, чтобы спросить себя, а для чего вам нужны эти корпоративы, для чего вам нужны эти праздники, что они вам дают. что вы от них хотите получить, какое значение, какое наполнение вы им даете, предаете. Ответьте себе на этот вопрос. И может быть ответ вам обозначить те цели, те желания, которые вы можете осуществить необязательно через корпоратив. не необязательно через коллектив, не обязательно через какие-то праздники, не обязательно через устройство на работу и через занятие определенного места, определенной позиции в деловом обществе. Может быть, то, что вы хотите получить от корпоративов и праздников, можно добиться и более легким путем. Вы спросите себя, для чего они вам нужны. Вы можете мне не отвечать, но спросите себя, это очень важный момент. Это очень это ключевой момент. Промысловить корпоративы и праздники это едва ли не конечная цель того, что вы хотите. вам этого явно не хватает. Но корпоративы и праздник это форма. А смысл? В чем здесь смысл для вас? Вот нам что нужно ответить. Попробуйте. Попробуйте сами для себя прояснить этот момент. Уверен, кое-что интересное для вас всплывет. Ну что ж, сэрвена, я думаю, что на этом все-таки закончить эту часть про вас. Соответственно, если у вас остаются вопросы по тому, что я сказал, пишите их в тексте, продолжим тему про вас. Если вопросов больше нет, и тема про вас вы считаете закончилась, то я тогда буду разбирать уже ваш текст про отношения с мужем. Выбирайте решать вам этот момент, будет уже как вы сейчас сами считаете нужным. Хочу сказать следующее. В без нами разникло определенное недопонимание, и наверное в этом виноват я. Ага, прошу меня простить. Значит, поскольку мой ответ, видеоответ, по времени равняется консультации, а то и больше, то я прошу вас как бы об оплате, но поскольку видеоответ является непривязанным к месту, ко времени работать, то я прошу предоплату. если вы знаете, что вот например, сейчас я отправляю вам этот видеоответ, и вам за него нужно заплатить, при условии, что вы согласны, конечно, это делать, то вы оплачиваете его и, исходя из предоплаты, то есть, я говорил, что предоплата в видеоответ, и, исходя из предоплаты, вы оплачиваете и следующий ответ, слушай, следующий ответ, который будет либо про вас, либо про отношения с мужем, но в любом случае, если вы рассчитываете на мой ответ еще, то соответствующий предоплат не есть. И таким образом, я надеюсь, теперь мы все от все прояснили, таким образом получается, что за этот ответ вы мне платите 400 рублей, и за следующий ответ также платите 400 рублей, предварительно сказав мне о своем выборе. На этом все, надеюсь, между нами теперь свое понимание будет на полную, если ответ на вы согласны, то тогда все хорошо, работаем дальше, если вас не устраивает такое положение и такие условия, тогда вы оплачиваете мне только этот вот видео ответ, который я сейчас вам записываю. И на этом наша работа тогда соответственно заканчивается, если вас не устраивают такие условия. Я надеюсь, что помог вам, я надеюсь, что полезного что-то выдаст ключи для себя, я старался вам помочь, я старался описывать ситуации максимально подробно. Желаю вам удачи, всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!